О, здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, здравствуйте. Небольшие были сложности у нас вначале, но я уже успела рассказать многое за это время о том, как меняется осанка. И сейчас я хотела бы попросить вас представиться нашим зрителям, рассказать, кто вы, где работаете, какие ваши профессиональные интересы. Здравствуйте, приветствую. Это мой первый прямой эфир, я волнуюсь очень. Я представлюсь, меня зовут Екатерина Павловна Павлина, я врач-травматолог-ортопед по первой специальности. У меня достаточно большой опыт, больше 16 лет в травматологии и ортопедии. В основном я работала с детками, и тема нарушения осанки мне очень близка, потому что, наверное, в системе диагнозов ортопедических с детками это самый-самый распространённый диагноз нарушения осанки. Не знаю, есть ли такие детки, которым после посещения ортопеда не был поставлен диагноз. По второй специальности я врач-остеопат, я училась в Петербурге, и сейчас я работаю врачом-остеопатом в городе Иркутске, и благодарна безмерно Вселенной, что у меня есть эти новые знания, которыми я могу пользоваться и людям дарить здоровье, помогать быть здоровыми. Так что вот. Великолепно. Тогда я представлюсь. Я для зрителей с вашей стороны, что я врач-невролог, по-первых, в своей специальности, по второй специализации остеопат, и Фельденкрайс-терапевт. Это такая двигательная гимнастика, уроки движения, которые основываются на неврологических, ортопедических, остеопатических знаниях. У этого подхода гимнастического тоже холистический взгляд к оценке состояния организма, когда через движение восстанавливается подвижность, и эта подвижность улучшает и орсанку, и может снимать напряжение мышечное и боли. Вот такое вот мое увлечение. Сейчас я о нем активно рассказываю на страницах в соцсетях, потому что это очень нежная, безопасная гимнастика, которая позволяет в условиях ограниченной подвижности эффективно двигаться с пользой для здоровья. И тема нашего сегодняшнего эфира – это же как асимметрия осанки влияет на дыхание, а асимметрия дыхания влияет на осанку. И тогда мы будем друг другу задавать вопросы, да? Конечно. В таком формате построим. Хорошо, отлично. И тогда действительно я своим пациентам на приеме всем говорю и пишу об этом, что наше тело – это единая система. Об этом, наверное, много сейчас очень говорят, но большинство докторов нас так учили в институте, что мы учились все по раздельности у нас, все было отдельно. Глаза, уши, ноги, голова, хвост и так далее. Но я понимаю сейчас, имея другие знания в плане остеопатии, обучаясь остеопатии, а вы имеете еще больше знаний в плане вашего метода, которым вы владеете, прекрасным методом гимнастики по фельдинкрайзу, и я хочу вам задать такой вопрос. Как работают… То есть у нас есть мышцы, которые запрограммированы, придуманы для того, чтобы мы дышали ими. Ну, при вдохе работает все тело, двигается все, так как это единое целое. Но все-таки есть мышцы, которые больше участвуют в акте дыхания. Это грудобрюшная диафрагма, в прошлый ваш эфир был. А я хочу спросить, как работают межреберные мышцы, те, которые расположены в большом количестве между ребрами и в области грудной клетки. Само по себе, да, межреберные мышцы, исходя из их названия, перекидываются с ребра на ребру. И они имеют косо-нисходящее и косо-восходящее направление, в зависимости от того, это межреберные мышцы вдоха или выдоха. И вот эти вот мышцы, которые мышцы вдоха, они обеспечивают активное раскрытие грудной клетки в фазу дыхания. За счёт их сокращения происходит расширение грудной клетки и увеличение её направления, раскрытие её в трёх плоскостях. Она и расширяется в стороны, и спереди, и назад. Эти ребра, в зависимости от того, какие они верхние или нижние, определённым образом раскрываются. И эти мышцы у нас работают всегда. Фаза дыхательного цикла, она составляет приблизительно 4 секунды. Если вы не теряйтесь. Это, возможно, потери, связанные с качеством связи. Поэтому, вероятно, я где-то у вас зависаю. Зависаете, да? Да, и может быть, это происходит не у всех. Поэтому, если где-то вы частями меня не слышите, это какое-то качество локальной связи может быть. Так вот, это активные мышцы вдоха, которые сокращаются в первую фазу дыхательного цикла. Как правило, если мы не находимся в активном состоянии, это не состояние физического напряжения, не эмоциональное, когда нам не нужно дышать с большим усилием, то выдох происходит пассивно. Но если мы активно двигаемся, грудная клетка активно расширяется, чтобы сделать выдох, включаются... А меня хорошо видно? Ребята, напишите, кто участвует. Я тоже зависаю, нет? Дени Львовна, теряется совсем связь, совсем не слышно. Плохо очень слышно. Связь теряется. Фильно прерываетесь. Значит, работают активно мышцы выдоха. И нужно прилагать усилия, чтобы выдох шел эффективно. Потому что если не происходит активного сокращения межреберных мышц, то остаточный объем воздуха остается у грудной клетки, недостаточно она вентилируется. И тогда вновь приходящему воздуху нужен дополнительный объем, чтобы насытить кровь кислородом. Поэтому межреберные мышцы, это мышцы, часть которых работает на вдохе, часть которых работает на выдохе. И получается, что одни из них отдыхают на вдохе, другие отдыхают на выдохе. А я бы хотела у вас спросить, почему же может формироваться асимметрия дыхания? Асимметрия дыхания, она, как и у любого процесса, по моему мнению, может быть несколько причин, много причин. И асимметрия дыхания, так как дыхание – это, по сути, функция очень-очень многих структур, то эта функция может быть нарушена из-за нарушения структуры тех регионов в теле, которые участвуют в акте дыхания. Это могут быть ограничения подвижности, соответственно, региона в области грудной клетки, структур, которые связаны с позвоночником, то есть самих позвонков в грудном отделе относительно друг друга, сочленение позвонков с ребрами, ребер с грудиной и так далее. И я понимаю прекрасно, опять же, работая очень долго травматологом-ортопедом, и видят очень много нарушений осанки у деток, и как детки растут и формируются в процессе их роста нарушения осанки, я понимаю, что часто причиной, на начальном этапе причиной нарушения осанки и как следствие нарушенной осанки несимметричного дыхания является какая-то структурная проблема в регионе, ответственном за вдох и выдох. И когда... Я даже тут приготовила себе модель, чтобы можно было объяснить на пальцах, а не какими-то там заумными медицинскими словами. То есть если изначально при рождении, внутриутробно, или этому послужили какие-то другие причины, есть какая-то асимметрия, асимметрия в области, допустим, грудной клетки, в области грудного отдела позвоночника, в области одной половинки грудной клетки, то с этой стороны вдох не будет полным. А так как сознательно ребёнок не может управлять этим процессом условно, не может раздыхивать эту зону, то телу будет выгоднее и менее энергозатратно формировать вот такую вот какую-то С-образную осаночку. И моё мнение такое. Я так для себя определила, и так для себя объясняю, и для пациентов. Понятно. Вот я тут вижу замечательные комментарии, нам пишут, что я с детства тяжело дышу носом. И действительно, это так, асимметрия дыхания со стороны грудной клетки, она может быть связана с асимметрией носового дыхания. Несмотря на то, что носовые ходы, они очень узкие, если дыхание затруднено носом, то и вся половинка соответствующей стороны грудной клетки будет ограничена в дыхании. Например, вот можно привести такой пример. Мы пьём через трубочку до воду, если трубочка узенькая, нам приходится эту воду всасывать с усилием. Точно так же, если одна ноздря заложена, то, чтобы вдохнуть воздух, нужно прилагать усилия. Если мы совершаем до тысячи дыхательных движений в час, то это значимые усилия. Потом асимметрия дыхания, конечно же, может быть связана с какими-то воспалительными процессами в бронхах, в лёгких. Может быть связана с неврологическими причинами, потому что вот очень частая у детей причина это напряжение со стороны шеи, родовое. И тогда на уровне шеи формируется диафрагмальный нерв, если это кривошее, то с одной стороны он страдает больше, чем с другой. Этот нерв иннервирует грудную мышцу диафрагма, но неважно, вся половинка грудной клетки, там, где диафрагмальное дыхание ограничено, будет испытывать недостаток. Естественно, одна половина грудной клетки будет дышать лучше, чем другая. Также напряжение со стороны внутренних органов, которые находятся в поддиафрагмальном пространстве. Да, допустим, большая печень в правом подреберье, которое может быть в ткани диафрагма, раскрытие грудной клетки, вот будет возникать асимметрия дыхания. И так можно до бесконечности. У маленьких деточек или у взрослых была травма плеча. Плечо двигается с ограничением, ограничивается подвижность со стороны рёбер, куда идут мышцы плеча, и эта половинка грудной клетки будет дышать асимметрично. Поэтому множество причин асимметричного дыхания существует. Да, и даже даже таз, даже какое-то оперативное вмешательство условно в малом может быть причиной. Да, ну, очень. Потому что мы дышим всем телом, и с той стороны, где есть ограничения, оно будет вторично влиять на подвижность со стороны грудной клетки. Да. Хорошо, продолжим. Теперь от меня вопросик. А как асимметрия осанки влияет на полноценность дыхания? Когда осанка не симметрична, когда есть нарушение осанки, как это влияет на полноценность дыхания? Будет ли оно полноценным? Ну, давайте себе представим. Мы сегодня говорим о С-образной осаночке в виде нашей буковки С, когда тело наклонено с одной стороны. И получается, что с одной стороны ребра расходятся между собой, образуется выпуклость, а с другой стороны вогнут, то есть со стороны грудной клетки. С той стороны, где грудная клетка, она выпукла, межреберные промежутки расширяются, ребра расходятся, и это состояние вдоха со стороны грудной клетки. С противоположной стороны, где будет выпуклость, ребра между собой сходятся, и это будет состоянием относительно выдоха со стороны грудной клетки. Казалось бы, что там, где ребра сближены, мышцам дыхательным приходится прилагать больше усилий, чем вдохнуть, и это более затруднённое дыхание, а с противоположной стороны они уже находятся в относительном вдохе, им легко вдохнуть. Но при асимметрии осанки недостаточность вентиляции будет испытывать и правая, и левая половинка грудной клетки, и та, которая находится со стороны вогнутости, и межреберные промежутки сближены, и та, которая находится со стороны выпуклости, межреберные промежутки расширены. Объясню, почему. Вот возвращаясь к тому рассказу, может быть, не очень интересному о том, как работают межреберные мышцы, это связано с их активностью. На той стороне, где межреберные промежутки сближены и существует вогнутость дуги, для того, чтобы межреберным мышцам сделать активный вдох и расширить ребра, им нужно прилагать большее усилие. И понятно, что это большее усилие будет утруждать мышцы. А мышцы выдоха в этой ситуации, они будут работать меньше. Им не нужно прилагать такого усилия, чтобы выдохнуть, но они и на вдохе будут растягиваться меньше. И отсюда терять свою эластичность и способность к растяжению. Так получается, что вторичная асимметрия дыхания будет усиливать асимметрию осанки. Если мы возьмем противоположную сторону тела, там, где мышцы вдоха, казалось бы, при расширенных ребрах будут работать с меньшим усилием, но и их подвижность, амплитуда подвижности, их тоже будет меньше. Это та половинка грудной клетки, где вентиляция в силу ограниченного вдоха и еще более ограниченного выдоха будет затруднена в силу сниженной циркуляции воздуха. Там будет скапливаться избыточный и остаточный объем воздуха. И тоже мышцы уже вдоха, в силу того, что они работают с меньшей амплитудой, будут терять свою эластичность. И, наверное, все слышали такое понятие, как реберный горб. Это ситуация, когда ребра разошлись, изменили свою геометрию. Здесь еще присоединяется скрученность со стороны грудной клетки. И вот эта вот зона с плохой вентиляцией на самом деле, может быть, на мой взгляд, вентилируется хуже та половина грудной клетки, которая находится с выпуклости дуги в силу увеличения остаточного объема воздуха уже с избыточным количеством углекислого газа. Я бы со своей стороны хотела бы вас спросить, а как асимметрия дыхания будет влиять на осанку? Асимметрия дыхания, то есть, если перевернуть, асимметрия дыхания, она будет усугублять уже нарушенную осанку. Потому что, как вы уже сказали, при асимметрии дыхания неравномерно включаются мышцы с правой и с левой половины грудной клетки. И за счет этого тот рисунок неправильной осанки, который существует, он будет постоянно усугубляться и усугубляться. То есть нарушенное дыхание будет усугублять нарушенную осанку. Получается, что это своего рода порочный круг. И не разорвав его, не получится какой-то положительной динамики, не получится выздоровление или улучшение осанки. Потому что нужно с чего-то начинать. И, конечно, то, что дыхание, оно как само какой-то исцеляющий такой механизм, так как мы в минуту дышим 16-20 раз. И если уметь управлять этим процессом, знать как, то я считаю, что можно очень-очень много в своем теле улучшить и исправить. И тем более, я много об этом говорю, и вы говорите о том, что в акте дыхания участвует все тело. И нарушенная осанка, она, это не отдельное какое-то, то есть это не отдельное нарушение в области там пины. Когда нарушена осанка, нарушена постура и рисунок и геометрия всего тела целиком. На той стороне, где недовдох идет, то условно, если эта осанка нарушена S-образно правосторонне, то есть наклон у нас будет в правую сторону, и с правой стороны будет тело немного компримировано, сжато, то с правой стороны находятся важнейшие органы, такие как печень. И когда диафрагма и межреберные мышцы, и грудная клетка справа будет недодыхивать 20 раз в минуту, а в час тысячу и так далее, только мы посчитаем за сутки, то естественно будут страдать структуры, которые расположены ниже грудной клетки, печень и так далее. Поэтому дыхание асимметричное, оно влияет на осанку в целом, и оно усугубляет нарушение осанки. Вот так я хотела бы ответить, наверное. Да, полностью с вами согласна, что не бывает правильной осанки симметричной без хорошего дыхания равномерного и дыхание – это естественный механизм самокоррекции, который поддерживает равновесие со стороны позвоночного столба, потому что в тот момент, когда мы делаем вдох, позвоночные дуги выпрямляются, когда мы делаем выдох, они возвращаются к своей исходной кривизне, когда мы делаем вдох, руки разворачиваются наружу, это невидимое движение, но тем не менее оно существует, наружные ротации, когда мы делаем выдох, они возвращаются к исходной своей геометрии, и получается, что дыхание – это такой помпаж, который всё время расправляет наше тело. И тогда это естественный механизм, который нам с помощью помогает поддерживать равновесие в теле, как со стороны внутренних органов, так и со стороны мышечно-скелетной системе. Но если возникает нарушение осанки, то здесь асимметричное дыхание – это наш враг, это то, что фиксирует тело, усугубляя его асимметрию. Вот это вот малое каждый час, каждую минуту, недовдох или какая-то его асимметрия, оно всё больше и больше усугубляет причину, которая привела к асимметрии дыхания. Поэтому в этом месяце, вот в рамках того, что я пишу в соцсетях, мы говорим, как же дыхание влияет на осанку в трёх осях по трёх плоскостям. Мы будем, и у нас со следующей неделе начинается марафон, когда мы будем делать упражнения дыхательные по методу Фильденкраиза, уменьшающие сутулость в теле, улучшающие вдох, делать движения на раскрытие межрёберных как раз промежутков и работая с межрёберными мышцами, чтобы убрать боковой наклон. Мы будем работать с дыханием, чтобы убрать скрученность в теле. Последовательно неделю за неделей будем прорабатывать различные виды дыхания с акцентом на движение и возможные асимметрии осанки, которые существуют. Поэтому я всех призываю присоединяться к нашему марафону, потому что он будет очень насыщенный как по теоретической информации, все смогут после этого поступать в медицинский вуз, так и уроками. Будем раскрывать секреты здоровья и повышать свои жизненные силы в рамках самоизоляции дома, на карантине, чтобы сохранять подвижность, здоровье и бодрость духа, потому что за компанию, все делать веселее. И я надеюсь, что мы переживем этот такой напряженный промежуток в нашей жизни с минимальным ущербом здоровья, может быть, и с улучшением, потому что это некая пауза, которая дает нам всем выспаться, отдохнуть, да, и привести в порядок не только вещи дома, но и мысли. Как вы поддерживаете свою активность в рамках самоизоляции домашней? Ну, прямо скажем, у нас благоприятная достаточно обстановка в городе, в отличие от вашей, поэтому я дружусь, я работаю, наш центр медицинский работает с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, и дома я поддерживаю свою форму следующим способом. Во-первых, у меня есть такая гимнастика секретная, которая называется Каошики Дэнс, может быть, вы слышали? Это такой йогический танец. Нет, не слышали. Ну, интересный такой танец, где как раз-таки очень много уделяется внимания работе межрёберных мышц в том числе, и он длится 21 минуту, и я очень-очень стараюсь каждое утреннее его совершать, прекрасный такой танец. Ну, и вот это мой такой утренний эмоцион, да. А что вы советуете своим пациентам? Своим пациентам я советую, наверное, не дадут мне соврать мои пациенты, но, наверное, наверняка ни один пациент не ушёл от меня после приёма без упражнений. Эти упражнения, они, как правило, индивидуальны. Я их, можно сказать, каждому пациенту в зависимости от его интересов подсказываю и учу этим упражнениям. Как правило, они ленивы, я их называю ленивыми, потому что я понимаю, что организовать себя в быту, если это ещё женщины с детками, очень-очень тяжело, и я даю очень много упражнений на дыхание. Опять же, пациенты не дадут мне соврать, очень-очень, потому как я знаю и понимаю о важности свободы очень важных регионов в грудной клетке, например, таких, как грудобрюшная диафрагма, и вы понимаете, как остеопат, что у большинства населения ввиду нашей жизни стрессовой и напряжённой. Эта мышца часто страдает и в напряжении, и я понимаю, насколько она важна в плане формирования правильной несутулой осанки, это наша опора, и поэтому я даю очень много упражнений на расслабление и гармонизацию диафрагмы и других регионов. Ну, мои пациенты без упражнений не уходят от меня никогда, такого не было. Ага, великолепно, значит, мы с вами очень похожи, потому что я понимаю, что организоваться самостоятельно очень сложно и запомнить, может быть, какие-то движения очень сложно, только у меня прямо есть целый YouTube-канал, где прямо по регионам расписано, что делать, в каких случаях, с инструкцией, я даже посылаю ссылочку на занятия и контролирую, что же делается, да, как упражнения выполняются, но вот я сейчас вижу комментарии ваших поклонников, Тиша, Тиша, молодец, ну вот, что, конечно же, да, движение очень важно, и вы и я на своих страницах рассказываю о пользе, да, подвижности, без этого никуда, и это то, что заставляет наш внутренний мотор функционировать и справляться со всеми проблемами. Да, если ты подвижен, если ты активен, то с половиной проблем ты можешь справиться самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Абсолютно. Да, это очень-очень важно. Поэтому спасибо вам большое, Катерина, за эфир. Спасибо вам. Да, вы увидите. Да. Спасибо большое. До новых встреч и всего хорошего. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо.